Двухмесячного Егора, который спокойно спит, у бабушки на руках из Луганска вывезли за два дня до того, как на город упали первые снаряды. 2 июня здание администрации в Луганске было обстреляно с воздуха. Тогда погибли 7 человек. Малыш торопился родиться. Он появился на свет на два месяца раньше срока, в апреле. Будто бы знал, рожать в июне его маме может быть опасно. На юго-востоке Украины уже начнется настоящая война. Сначала большая семья добралась до Азова. Оттуда переправились в Краснодарский край. Мама там осталась. Все везде грохотает. То раньше было очень далеко, все гремело. А сейчас гремит все рядом. Границы закрыты. Мы вот ее хотели сюда переправить. Никак не получается. Автобусы не ходят, все позакрыто. Билетов ни на железную дорогу нет никуда. И вот эта федеральная наша трасса, Ростов-Харьков, вот эта вот дорога простреливается снайперами. Люди даже на частных машинах боятся вывозить. Кого мы только не просили. Обустроились в частном доме в поселке Комсомолец в Ейском районе. Хозяева в Москве. Договориться помогла администрация района. В Ежале, рассказывают, были голые стены. Но через два часа неравнодушные соседи обеспечили всем, что нужно для жизни. Мужчины уже при деле. Глава семьи Сергей Нефедов, водитель категории Е. Такие специалисты здесь на расхват. А вот папа Егорки профессионально занимается татуажем. Профессия редкая, но в курортный сезон востребованная. Узная, откуда мы приехали, меня взяли безоговорочно и сказали. Увидев моё портфолио, мне сказали, что с завтрашнего дня можешь начинать. В Ейском районе сегодня 239 беженцев. Из них 92 ребёнка. Всего же границы Краснодарского края. За последние два месяца пересекли больше 13 тысяч граждан Украины. Оперативные штабы работают в каждом районе, куда поступают люди. Многие напуганы, нуждаются в психологической помощи. Оперативно оказывают медицинскую помощь. При необходимости госпитализируют. В кубанских роддомах у украинских мам уже родились 26 малышей. Принять беженцев – это лишь первый шаг. Одна из главных задач для власти региона, как не раз подчёркивал Александр Ткачёв, организовать для этих людей достойные условия жизни. Нам предстоит решать важнейшие задачи. И, конечно, мы должны определиться, какой правовой статус должны получать эти люди на территории нашего края. Оформить, то ли это будет статус беженцев, то ли это будет статус получения патента на работу. Если этот конфликт затянется и количество беженцев будет увеличиваться, конечно, для большинства нужно будет предлагать работу. И уверен, что мы сможем в том числе с вами здесь и поддержать, и помочь. Мы должны с вами, обязаны будем представить возможность детям пойти в школу. На это тоже нужно рассчитывать и понимать, как это делать. Вплоть до того, что открытие второй смены. Противостояние в Украине затягивается. И по данным Федеральной миграционной службы, большинство из тех, кто сегодня находится в регионе, подумывает о смене украинского гражданства на российское. Там, где родители изъявили желание, детей уже оформляют в кубанские школы. Не забыли и о малышах. В Ейском районе, например, 12 детей уже устроены в детские сады. Вопрос актуальный, учитывая, что большинство беженцев – это мамы с детьми, причем мамы, желающие устроиться на работу. Я вам приведу такой пример. Когда мы привозили 33 человека, мы брали в Никлиновском районе Ростовской области, там мамочки с детишками, с детишками до двухлетнего возраста, изъявили желание работать. И они на сегодня работают в рабхозе Ясени нашего района. Там их разместили, нормальные номера им выдали. Там же рыбзаводы не работают. Одна смотрит за детьми, а четверо работает. Я просто был удивлен. То есть люди понимают, что они приехали сюда не отдыхать. Они приехали, так сказать, переждать вот эту сложную ситуацию. Виктория Костенко с сыном делит кров вместе с Нефедовыми. Впрочем, совсем скоро они планируют переехать в станицу Должанскую. Там им уже пообещали сладкую жизнь. Работа на кондитерской фабрике для мамы и детский сад для сына Давида. Вы хотите здесь остаться в Украине? Не будете возвращаться? Нет, не хочу. С таким правительством, которое обстреливают, дети умирают. Как-то не очень хочется жить в такой стране. Яна Москаленко, Мария Николаева, Игорь Хошобин, 9 канал, Ейский район.